по работе вместе с супругой, с Лилией Донсковой, и мы этим очень гордимся. Наташа, листай слайд дальше. Как вообще была выполнена квалификация на менеджерскую конференцию в Сочи? Это четкое планирование. Четкое планирование с командой. Сами понимаете, что данные данного уровня квалификации конференции выполнить одному нереально. Поэтому мы планировали уже с командой, можно на следующий слайд, мы планировали с командой четко, ежедневно отслеживали наши результаты, начиная с самого низа. То есть всех людей, всех своих партнеров я мотивировал на всевозможные. Тогда очень у нас хорошо шла премия по программе TurboRost. Также планировали конференцию в Сочи со всеми партнерами. Но, к сожалению, они буквально на последних шагах чуть-чуть не дотянули. Но планка была поставлена очень серьезная. И планировали с самого-самого низа. То есть помогая своим партнерам, помогая своим новичкам, мы помогаем в первую очередь сами себе. И буквально за эти несколько каталогов, когда у нас шла квалификация на Сочи, наша команда, вот я не подготовился, не скажу точно сколько премий по программе TurboRost, но их очень много было в нашей команде. Начиная от первой полутора тысячной и заканчивая уже даже 9-12 тысячными премиями. Были премии по программе TurboRost, были менеджерские премии. И все в совокупности это дало как раз вот такой результат, что я квалифицировался на конференцию в Сочи. Наташа, можно следующий слайд. Аналогично тому планированию, той работе с командой, мы сейчас работаем и с действующей командой уже над новой квалификацией в Болгарию. И очень актуальными у нас являются альтернативные условия, благодаря которым уже большее количество людей у нас могут квалифицироваться. Будучи ранее в Турции, я теперь и уже побывал в Сочи. Я могу сравнить, что такое Турция, что такое Сочи. И к своему удивлению, я могу сказать, что я очень рад, что компания Replay выбрала город Сочи для проведения менеджерской конференции. Намного красивее город, богаче природа. Мы поднимались в Красную Поляну, на розы хутер. Практически всегда вместе мы были нашей саратовской группой, вместе с лидерами, с которыми мы приехали. У нас была прекрасная возможность пообщаться с другими лидерами. Мы слились, сдружились, практически не расставались с семейством Яровых, Игоря и Анны, практически все время находились вместе с ними. То есть идет такой огромный обмен опытом. Идет неформальное общение. И, конечно же, люди позволяют, другие лидеры рассказывают о своих методах работы, как они работают с командой, какие результаты, как быстро они достигли. То есть все подробно можно у них выяснить в неформальной обстановке. Наталья, следующий слайд. Хочу рассказать про аквашоу, допустим, на приветственной вечеринке. Будучи в городе Дубае, в Арабских Эмиратах, присутствовали на поющих фонтанах, которые находятся у нас вблизи самого высокого здания в мире, Бурш-Халит. Эти фонтаны, которые находятся в Сочи, красивее, эффектнее, благодаря тому, что имеется огненное шоу, файер-шоу, лазерное шоу, всевозможные идут иллюстрации, декорации уже благодаря лазерному шоу. То есть здесь торжество было на порядок круче, даже нежели в тех же самых Дубаях. Компания Арифлэйм арендовала для нас, для менеджеров, для лидеров, для директоров целый Сочи парк, парк аттракционов. В тот вечер он назывался Арифлэйм парк. Все аттракционы были заклеены символикой Арифлэйм. Везде на каждом доме, на каждом здании тоже световая проекция была, везде символика Арифлэйм. Помимо лидеров Арифлэйма гуляли еще руководство по парку, то есть также в свободном доступе можно было с ними пообщаться, сфотографироваться. И, конечно же, сами аттракционы. Вот на фотографии был аттракцион с толком, называется «Лидер на высоте». И дважды мы дважды на данном аттракционе покатались. Невероятное ощущение, идет борьба со своими страхами, с преодолением себя, можно сказать, так же, как и в нашем бизнесе. То есть мы перестраиваемся, мы меняемся в лучшую сторону и учим людей также изменять свои жизни. Почему компания Арифлэйм дарит нам такую возможность путешествовать? Может быть из-за того, что путешествие – это одна из самых распространенных и основных мечт всех людей. То есть на первом месте стоят у всех в основном это, собственно, жилье, недвижимое имущество, потом идет уже движимое имущество, автомобиль, средства передвижения. И, наверное, уже наиболее распространенные после этих двух ступенек идут как раз путешествия. Вместе с компанией Арифлэйм мы можем осуществлять свои мечты – путешествовать по миру совершенно бесплатно. И я, уже побывав на одном из таких мероприятий, загорелся, конечно же. Теперь мотивирую, особо сильно мотивирую всю свою команду. Я увидел, каково это отдыхать вместе с компанией Арифлэйм, когда ты не заботишься, не беспокоишься ни о чем вообще. То есть 2000 человек в Египте, 4000 человек в Сочи. Сколько будет в Болгарии – неважно. Компания Арифлэйм на всю команду, на всю группу готова организовать, устроить, накормить, развлечь и так далее. То есть мы полностью находимся в таких крепких, дружных руках компании Арифлэйм. Наташа, там есть еще слайды? И, как я уже говорил, как наговорила Наталья, это наше семейное путешествие. И я очень горжусь тем, что мы выполнили, слили вдвоем квалификацию, что мы развиваем наш бизнес, развиваем семейный бренд. И как раз всем пропагандируем, всем рассказываем, со всеми делимся данной информацией, что можно работать вместе со своими супругами, что нужно работать вместе со своими супругами, чтобы у вас были общие цели, общие планы, общие хобби, мероприятия, чтобы вы были единым целым. Спасибо большое за то, что пригласили меня на планерку, за то, что дали возможность поделиться своими впечатлениями. Я всем желаю участникам планерки и вообще всем участникам Воронежского филиала Арифлэйм России, Арифлэйм мира, исполнение мечт, и вместе с компанией Арифлэйм мы имеем такую возможность. Всем спасибо, успехов и передаю слово следующему спикеру.